Вы вспомнили внутреннюю аудиторию Путина, это, понятно, простые россияны. Что пишет Медведев? Медведев пишет, что даже все хорошо живут. Вот одно из последних его слов, что адские санкции провалились, оказывается, не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и производительских товаров удалось заменить своими, российскими, а не достающими азиатскими марками. Ну и вместе с этим мы потом видим разные новости в российских СМИ, где там, например, бабушка в Нижнем Тагиле продавала героин, чтобы оплатить коммуналку, кредиты и тому подобное. Пишут же те же россияне. Насколько хорошо живется людям, я думаю, что они уже даже поняли, но насколько люди верят в такие же слова Медведева. Неужели Медведев сказал, что вот вы живете хорошо, хорошо будем верить. Как это работает в общем? Ну, у Медведева там уже нейронные связи отказали, это понятно, алкоголь уничтожает, у их и Медведев лучшая демонстрация, что может алкоголь сделать с человеческим мозгом. По поводу качества жизни россиян я об этом регулярно рассказывал у себя в видеоблоге. Естественно, все это идет на убыль. Я называю время сейчас в Кучинской России 90-е наоборот. То есть идет передел рынка, идет осознание частной собственности и того, что у тебя ее могут отнять, но со знаком минус. Не со знаком плюс, как это было в 90-е, когда суды работали через пейн-колоду, но работали. Когда западные компании приходили на российский рынок и там, естественно, со своими огромными деньгами насаждали эту корпоративную этику, какие-то привычные для Запада приемы, цивилизационные, капитализм так называемый, которым в России сейчас принято ругать происходящее. Но я напомню, в России нет капитализма, есть командная экономика, есть бюджет государственный, из которого крохи попадают так называемым частникам. Естественно, если частники начинают создавать какие-то проблемы монополистам, приближенным губернаторам, депутатам, этих частников сажают, закрывают. И неважно, будут они нахваливать Путина, будут они нахваливать геноцид народа Украины, все равно закроют. Потому что нищета, она определяет вот эту битву за обглоданную уже кость в России. Естественно, ни о каком растущем качестве уровне жизни нет речи. Есть понимание только того, что Росстат постоянно придумывает какие-то показатели. Уже, по-моему, мы об этом с вами разговаривали, что Росстат – это такой фантазер, что несколько лет создавали вот эту новую политику завышения драматичных показателей и занижения, опять же, драматичных для России показателей. Россия – страна ложь. И в свое время была очень популярна тема «А почему мы думаем, что китайцев там 2 миллиарда?» Никто же не может приехать в Китай и посчитать, сколько их китайское правительство никого не пустит. КПК не будет давать, естественно, возможностей никаким западным аналитикам провести свои соцопросы, статистические данные собирать. Ну, про Китай – да, наверное. А про Россию мы, в принципе, ничего не можем выяснить. Потому что у людей нет инструментов все это проанализировать. Ну, кстати, если вдруг нас посмотрят бедные россияне, для них есть информация, может, это я их порадую, файл-лекши. Там Газманов получил 17 миллионов рублей из фонда культурных инициатив. За эти деньги будут создавать интернет-базу патриотических песен. Анастасия, а вы видели клип Газманова с полуголыми мужиками-то накачанными? Вот он за что 17 ямов получил? За то, что он русскую армию показал как толпу накачанных голых мужиков. То есть это какие-то гачи-мучи, а не русская армия. Мы видим уже достаточное количество интервью с русскими террористами, чтобы представить, сколько там выпито, где-то на уровне Медведева. Поэтому Газманов получает свои деньги за матрешку. Что ж, пусть тогда смотрят, оккультуриваются, скажем так, россияне. Есть еще одна информация, такая очень тревожная. Пишут в телеканалах российских. Мол, в Мелитополе кадыровцы изнасиловали проконавтистку и избили съемочную группу НТВ. И вроде как эту тему сейчас запретили освещать в новостях, чтобы не террористировать армию. И пытаются замять тихо, но руководство там вроде как уже дошло до Следственного комитета России. Вот как думаете, реально промолчат те же Скобеева, Соловьев, Симоньян, когда на их коллегу, если даже было покушение, схавают за деньги просто? И понимают ли они, что если они промолчат, то потом, если, не дай бог, учатся с ними тоже, все тоже промолчат? Так это же не первый раз, когда государственный пропагандист или какой-то человек, приближенный к власти, получает люлей от самой этой власти. Один из ярчайших примеров – этот Сафронов, советник Рогозина, за которого вступилась вся псевдолиберальная общественность в России. А чем человек занимался? Ну, он работал на Роскосмос, он работал на террористическую госкорпорацию, на Рогозина работал. Представить себе мерзотняя работа невозможно. Но его, опять же, прищучили, прикрыли, закрыли. То же самое касается этой пропагандистки с НТВ. А как же грызня в правительстве, когда сажают этого Улюкаева, когда сажают Сердюкова, когда кто-то переходит дорогу Сечину, а я сейчас про Владимира Евтушенкова, и его сажают под домашний арест. Это, естественно, пауки в банке с разными другими насекомыми, и они не упустят возможности, чтобы показать, кто здесь хозяин. Пригожин, который вылез и сейчас щелкает по носу Герасимова, Шойгу. Все это делается для шоу. Шоу, прямо скажем, поинтереснее, чем клип Газманова. Но при этом реальной борьбы нет, потому что система прекрасно себя чувствует. Она вот так же держится на псевдовеличии, на переименовании Волгограда в Сталинград, на накачке внутренней аудитории с помощью этой ненависти, этой исторической мишуры, которая не относится к реальности, а вот сейчас никак. Больше того, Россия в качестве нацистской Германии сейчас выступает. Редактор субтитров А.Семкин